Здравствуйте! Вашему вниманию программа «Ресурсы». С вами я, Динара Бакижанова. Обзор экономических новостей прямо сейчас. Меры по поддержке финансовых рынков, предпринятые Европейским Центробанком, в последние два года стали приносить эффект для реальной экономики. Хотя восстановление остается хрупким, заявил глава Европейского Центрального Банка Марио Драги. Мы видим драматические сигналы улучшения в экономике. В последние 3-4 месяца мы видим, что щедрая, очень щедрая монетарная политика, которую Европейский Центральный Банк проводит с конца 2011 года, это снижение ставок, предоставление долгосрочного финансирования, в том числе впервые, трехлетнего финансирования, ну и тому подобное. Наконец-то дошла до реального сектора экономики, сказал глава Европейского Центрального Банка. Он отметил, что в последнее время сформировался поток позитивных данных, в том числе индикатор PMI и уровень потребительского доверия. «Мы видим начало восстановления, но оно все еще слабое, хрупкое, неровное», – отметил Марио Драги. Среди рисков высокая безработица, которая мешает внутреннему потреблению стать устойчивым драйвером восстановления экономики наряду с экспортом. Глава Европейского Центрального Банка призвал страны Евросоюза несколько скорректировать политику фискальной консолидации, не отказываясь от нее. А США вновь грозит дефолт. Правительство США исчерпает лимит на заимствование к концу февраля 2014 года, если Конгресс не увеличит потолок госдолга, заявил министр финансов страны Джейкоб Лью. В октябре Конгресс повысил предел заимствований до уровня, который позволял не возвращаться к этому вопросу до 7 февраля. Минфин способен за счет ряда экстренных мер выигрывать время, в связи с чем Джейкоб Лью ранее прогнозировал, что власти исчерпают лимит госдолга к началу марта. Представители республиканцев в Конгрессе в течение последних нескольких лет пытались использовать вопрос о повышении госдолга для того, чтобы вынудить демократов пойти на уступки. При этом демократы настаивают на том, чтобы повышение ограничений на объем заимствований не сопровождалось какими-либо дополнительными условиями или мерами, привязанными к решению этого вопроса, и предостерегали, что неспособность увеличить лимит госдолга может спровоцировать дефолт. По мнению Джейкоба Лью, правительство стало менее гибким при выполнении своих финансовых обязательств, чем ранее из-за необходимости провести возврат налогов на значительные суммы февраля. В связи с этим объем денежных средств, которыми располагают власти, будет ограничен. Между тем, аналитики Ernst & Young прогнозируют, что объемы IPO может в первом квартале текущего года достичь 45 миллиардов фунтов стерлингов. Это 74,5 миллиардов долларов при 300 размещениях в количественном выражении, что на 80% выше аналогичного периода прошлого года. Компании, которые принадлежат инвестиционным фондам, все активнее участвуют в первичных размещениях. По данным Delegic, в 2013 году доля этих компаний в мировом объеме IPO миллиардов, который составил 174 миллиарда долларов, удвоилась на 34%. Однако их доля от размещения на биржах в Европе подскочила более чем в 4 раза. Почти до половины от 59 миллиардов долларов совокупного объема европейских IPO. Мексиканская Pemex начнет поставлять нефть в Европу с середины февраля, сообщила государственная нефтяная компания Мексики Pemex. Первая партия мексиканской нефти будет поставлена на нефтеперерабатывающие заводы в Швейцарии. Поставку в Европу будет осуществлять филиал Pemex PMI Commercial International. Их объемы не уточняются. В начале января было объявлено о намерении Pemex выйти на европейский рынок, чтобы диверсифицировать экспорт и усилить позиции госкомпаний на мировом рынке энергоносителей. Ранее нефть Алмека поставлялась на нефтеперерабатывающие заводы США и в незначительных объемах в Доминиканскую республику. В конце декабря минувшего года в Мексике было принято решение о реформе энергетической отрасли. В ходе реформы Pemex, которая находится в руках государства с 1938 года, получит право заключать контракты с частными компаниями и привлекать частные инвестиции. Речь идет о разработке, добыче, переработке, транспортировке и хранении нефти и газа. Расчеты Pemex показывают, что после реформы удастся увеличить объемы добычи нефти с нынешних 2,5 миллиона до 3 миллионов баррелей в сутки к 2018 году. А добычу газа нарастить вдвое с нынешних 175,5 миллионов кубометров в сутки. И на этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в эфире.